Картина Рембрандта Выступление стрелковой роты капитана Франца Баннинга, Кока и лейтенанта Вильяма Ван Ретенбурга, которая была известна под названием «Ночной дозор», была написана в 1642 году. «Ночной дозор» считается одним из самых известных и больших произведений эпохи Золотого века голландской живописи и выставляется в отдельном зале Государственного музея Амстердама, Рейкс-Мюзеум. Картина была заказана Стрелковым обществом Нидерландов, отрядом гражданского ополчения, решившего украсить новую штаб-квартиру групповыми портретами своих шестирот. Название «Ночной дозор» данной о картине в 18 веке не соответствует содержанию, ибо установлено, что сцена эта дневная. Но некачественные лаки затемнили полотно, и несколько высветлить его удалось лишь при реставрации 1947 года. Истинное название картины – выступление Стрелковой роты капитана Франца Баннинга и лейтенанта Вильяма Ван Ретенбурга. Известно, что Рембрандт запросил с каждого из Стрелков, которых изобразил в «Ночном дозоре», по 100 гульдинов. В роте Баннинга-Кока их было 16, следовательно, и гонорар художника составил 1600 гульдинов. Но на самом деле это не хитрая арифметика, просто укоренившаяся легенда. Все могло быть запутаннее и сложнее. Во-первых, должна была еще быть сумма, которую заплатили капитаны-лейтенанты. С командиров, изображенных на первом плане традиционно, брали больше. Во-вторых, кто-то из тех, кто оказался где-то на задворках или чье лицо было не слишком хорошо видно из-за экспериментов Рембрандта со светом и расположением стрелков, мог и отказаться вносить свою часть платы за недостаточно подробное освещение его личности, наружности и военной доблести на полотне. И хотя документальная свидетельство об этом все же не сохранилось, второй миф о картине утверждает. Некоторые стрелки отказались платить Рембранду. Существует и третий миф. Жадный Рембранд еще и торговался с воягами и варьировал плату в зависимости от того, насколько выгодное положение на полотне занимал тот или иной аркебузер. Знаменитый ночной дозор за свою историю получил немало превосходных статусов. Его называли самой барочной картиной в истории, настоящим апофеозом в стиле барокко, по настроению, энергии, движению. Самое парадоксальное. Рембранд должен был написать роту амстердамских стрелков, но вместо строгой военской дисциплины изобразил невообразимый веселый хаос. А то, что несколько столетий воспринималось как ночь, совершенно неожиданно оказалось днем. Самая таинственная картина в истории. Не вполне ясен ни общий замысел автора, хотя заказ-то был понятным, традиционный по жанру и сюрпризов не предвещал. Не присутствие с трудом объяснимых в лишних персонажей и подозрительных символов, да и многое другое. Самой знаменитой и самой большой картины Рембрандта именно так Ночной дозор обозначен на сайте Рикс Мюзема, где сейчас хранится. Как следствие, самое заразительное для зрителя, практически интерактивное. По признанию многих из тех, кто оказывался лицом к лицу с персонажами Ночного дозора, он описан и повешен он так, что иных вариантов, кроме как оказаться лицом к лицу, нет. Если задержаться перед картиной, то через какое-то время становится трудно преодолеть желание влиться в эту шумящую толпу. Бить барабан, свистеть, притопывать, зычно смеяться, размахивать пиками и в довершение дать пару шальных выстрелов вверх из арки-булс. Самые многострадальные из тех картин, которые, несмотря на недосмотр, прихранение или намеренный вандализм, все же дожили до нашей дни. Мало того, что слой сажи изменил первоначальный колорит Ночного дозора и ввел в заблуждение в отношении времени суток, так полотно еще и было урезано по горизонтали и вертикали. Страдало от перемещений и неумелых реставраций, а в 1990 году душевно больной посетитель экс-мюзиума плеснул на картину кислотой. А редко какой-то картине везет утратить и первоначальный колорит, и значительный объем от запланированных художникам габаритов, и часть красочного слоя, и при всем этом остаться шедевром, объектом паломничества, подпиткой литературной и киноиндустрии. В общем, продолжать подтверждать свою парадоксальную репутацию. И даже самые переоцененные, тут мнения части заказчиков и некоторых критиков сходились, в чем-то хитроумный и своенравный господин Ван Рейн перемудрил. В свете всего свершившегося Голландия времен Ремранда переживала несколько даже эйфорический национальный подъем. Народными героями стали голландские ополченцы, люди, вставшие на защиту своих городов. Ремранд и себя писал в латном ношейнике. Дескать, и он, сын леденского мальчика, всегда готовый встать под знамена. Ополчение воспевали, о нем слагали легенды. Это казалось чудом. Мирные бюргеры, торговцы, кожевники, мельники, аптекари, зеленщики, суконщики в страшную для отчизны Годину взяли в руки арбалеты и алебарды. Научились стрелять из мушкетов и пистолетов аркибуз. Отсюда название аркибузеры. И подносить пушечные ядра. Тем, кто познал воинское братство, не хочется лишаться чувства локтя. И когда приходят времена, поспокойнее. Голландские ополченцы продолжали и в мирное время собираться вместе со своими ротами, трансформировавшись в народную милицию. Они могли выходить в дозоры, следить за порядком в городе. Они продолжали числиться подразделениями, ротами таких-то командиров, поддерживая иллюзию, мол, в случае, что голландские города снова будут кому защитить. И это именно они, герои Ремрандовского ночного дозора. Как раз это и следствие общенационального отношения к стрелкам, как к народным героям. Голландцы будто спрашивали себя, как увековечить их, точнее, наш всеобщий подвиг. И вот для этого решено было построить новое здание штаба гильдии стрелков с парадными помещениями и нарядным фасадом. Главный зал гильдии стрелков с шестью высокими окнами, выходящими на реку Амстал, был на тот момент самым простым и презентабельным помещением во всем Амстердаме. Там даже принимали английскую королеву. Более подходящего помещения в городе не нашлось. В конце 1630-х, в начале 1640-х годов, высокие стены зала решено было украсить масштабными групповыми портретами шести стрелковых рот, чтобы они торжественно стоящие в антураже мушкетов, пик, барабанов и знамен сделали славу стрелков немеркнущим. Для работы были приглашены шесть художников. Помимо Ремранта, это были его ученики и последователи. Говерт Флинк и Ягоб Баггер, а также Николас Элиас Пикеной, немец Юахим фон Зандрарт. И лучший специалист Амстердама в этом жанре – Бартоломеус Вандергельст, о котором говорили, что он постиг формулу группового портрета. В общем, Ремранту было с кем соревноваться. И он наверняка воспринимал того же Вандергельста как соперника. Работа была рассчитана на несколько лет. Замысел Ремранта был чрезвычайно рискованным. В то время, как все мастера станут традиционно выстраивать стрелков в ровные ряды, детально выписывать их костюмы, регалии и раскрасневшиеся от пива лица, он задумал написать что-то особенное. То, чего никто до него не делал. Портрет роты на марше. Будто бы солдаты стекаются с улиц города в высокий арочный проем. И направляемые своими командирами устремляются куда-то по важным делам. Может быть, просто охранять покой города. А может быть, опять выступать за независимость страны. Ремрант явно хотел, чтобы в результате получились не просто выстроившиеся в ряд арки-бузеры, застывшие вдоль горизонтальной оси, а некая пьеса, этакий вечный двигатель, где все время что-то происходит. Кто-то размахивает пиками, кто-то заряжает ружье, кто-то нечаянно выстрелил вверх. И собачка у его ног от испуга заходится истеричным лайком. Кто-то соображает и переспрашивает у других, где его место в этом построении. Кто-то бьет барабан, а капитан Баннинг-Кок приоткрывает рот и поднимает ладонь, чтобы отдать своим людям какой-то приказ. Невысокая девчушка с рыжими локонами в золотистом платье по правую руку от капитана Баннинга-Кока. Самая загадочная фигура ночного дозора. Что она делает среди аркибузеров? Возможно, она маркетанка. Мелкая торговка из тех, что сопровождали солдат в военных походах. Оттушка курицы или петуха на поясе и ее товар. Нет, неубедительно, ведь сейчас мира не война. Она что-то вроде дочери полка, его талисман. К этой версии, пожалуй, склоняется большинство, ориентируясь на пистолет на поясе девочки. Или она проститутка-карлица, ведь висящий у нее на поясе петух – символ походи. И такие гипотезы тоже имеют право на существование. Между тем, девочка ведь не единственная, хотя и самая заметная нереальная фигура в ночном дозоре. Два человека в латах и шлемах тоже не имеют никакого отношения к реальной роте Баннинга Кока. И не случайно Рембрандт даже не изображает их лиц. Их принято называть эмблематическими фигурами. Но снова возникает вопрос, а для чего тогда художник их выводит? Два самых очевидных ответа. Во-первых, чтобы увести композицию от заранее запрограммированной статики, вынести в нее элемент неразберихи и динамики. А во-вторых, чтобы сообщить картине какие-то дополнительные смыслы. Первое действительно удалось. Новые персонажи добавили к картине непредсказуемость и интригу. Хаотичные движения этих шлемоносцев работали на общую идею превратить неподвижное полотно в вечно живой театр. Второе только внесло дополнительную сумятицу. Запутало исследователей и виной всему злополучный петух на поясе. В голландском языке есть еще одно обозначение стрелков – клавиниры, происходящее от слова «кловен» – «мушкет». Оно созвучно со словом, обозначающим птичий гоготь. И не случайно эмблемами стрелковых подразделений нередко становились горделивые хищные птицы – ястребы или сокровы. В 1642 году, когда Рембрандт заканчивал ночной дозор, его жена Саския, в прошлом году родившая четвертого ребенка, умирала от туберкулеза. Ее не стало летом 14 июня. Тела Саскии, облаченные в ночную сорочку, которая была надета на нее в ее первую грачную ночь, еще пять дней до 19 июня находилась в доме Рембрандта. Все это время он писал свое громадное полотно. У девочки в золотом платье узнаваемое лицо Саскии. Возможно, она оказалась давцу-пучезарным ангелом, на короткое время озарившим окружающую темноту, как Саския несколько лет озаряла его жизнь. Восемнадцатом веке культ голландских стрелков пошел на убыль. Стрелковой гильдью казнили, их имущество передали городским магистратам. Аремрадовский ночной дозор решено было перенести из Клавинирс-Дуэрлена, здания штаба, в перестроенную городскую ратушу. Беда в том, что там таких высоких, просторных помещений, как в штабе ополчения, не нашлось. Чтобы ночной дозор смог поместиться на стену, его обрезали с четырех сторон. Сама широкая полоса была срезана сверху. Подобное варварство говорит лишь о том, что если картину Рембрандта в то время и ценили, то уж точно не воспринимали как национальное достояние. Ее культ начался позднее. К счастью, сохранилась уменьшенная копия ночного дозора. Капитан Баннеткок хотел повесить ее у себя дома. И заказал повторение художнику Герриту Лунденсу. Благодаря этому можно представить, как картина выглядела изначально. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В ратушу из-за особенностей отопления картина покрылась копотью и значительно потемнела. К 19 веку многие успели позабыть, что в ее названии когда-то присутствовали имена капитана и лейтенанта. Картина стала называться просто «Ночной дозор». Это название приклеилось к картине так прочно, что осталось за ней, когда при одной из нескольких реставраций, очистив слой сажи, выяснили, что время суток, изображенное Рембрандтом, это скорее не ночь, а около двух часов пополуднику. Это, впрочем, тоже весьма приблизительно. По свидетельствам современников Рембрандта, многие сразу сетовали, что картина получилась слишком темной. Современникам «Ночной дозор» мог казаться необычным, странным, даже на фоне остальных картин со стрелковыми ротами. Шокирующим. Но постепенно складывалось понимание, что именно картина Рембрандта – это ни больше и ни меньше, чем национальная реликвия. Что за такое, что придает чисто голландским реалиям универсальный смысл, делает картину интересной всему человечеству, а не только родственникам и потомкам тех бравых аркебузеров, что на ней изображены. Группа бравых гвардейцев всего-навсего отправляется в ежедневный обход города, говорит британский арт-критик Вальдемар Янушчак. Но ощущения значимости, настроения, движения, напряжения так по-парочному интенсивны, будто они идут спасать мир. Да, среди 16 случайных и бесплатных персонажей ночного дозора, что, кстати, вызвало определенное недовольство стрелков, заплативших за картину из собственного кармана, Рембрандт по старой доброй привычке изобразил и себя. Вы найдете его голову, точнее часть его головы, на заднем плане, между прапорщиком и мужчиной в металлическом шлеме. Да, Рембрандта мало, но он есть. Редактор субтитров А.Семкин